МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси намолотили больше за 7,5 миллионов тонн сбожа разом с гречкой и просом. А в этом свечить оперативная информация Министерства сельской господарки и харчевания. У Агульного на Молоте уклад аграрии в Гомельской области на сёдня амаль 997 тысяч тонн. Зерневые и зернебобовые в регионе убраны больше, чем на 99% площадь. Зараз господарки активно убирают Городнину. Зелёного горошку сё лето собрали больше за 3 тысяч тонн, на 17% больше, чем в минулом году. На Чаразье капуста, бураки, морква и цыбуля. С половы по сяуных площадь уже собрано коля 12 тысяч тонн Городнины. Кавуны яшчиня дауна лечилися экзотикой для Беларуси, але с тягом часу стали своими не только на Городах, а и на промысловых плантациях. Беларусская сонечная ягода мае свои адметности, например, погусте и дае неблагие ураджаи до 30 тонн на гектар. Протяг темы в наступном сюжете. На одним таким раде прикладно тысяча полосатых солодких ягод. Гибридные Топган и Романза выдатно освоилися в беларуских широтах. Вот этот уже как бы отзывается, разговаривает с нами. Значит, будет скоро готов. Да. Кавуны для Гомельской областной сельско-господаршей доследной станции – культура новая. Поспробовать вырастить бахчевые вырешили только сёлита. Поводля оценок специалистов, с кожного гектара тут можно отримать прикладно 30 тонн кавунов. И худко поспробовать их смогут все жадающие. Буквально через несколько дней на следующей неделе можно уже реализовывать первые арбузы, первый урожай. Вполне реально для нашей территории Гомельской области, в частности, в Довске, да и вообще по всей Беларуси, я считаю, что арбузы можно выращивать и получать неплохий урожай. По куле экспериментальные кавуны набирают слодыш, у полях доследные станции убирают лук и бульбу. Урожайность обедьвых культур – высшая за летушнюю. Навуковые распроцовки, элитный насенный фонд и высокая урожайность. Сегодня белорусские аграрные ноу-хау запотребованные як Украине, так и за мяжой. Наша задача – получить именно первичные семена и реализовать их хозяйством Гомельской области. Кроме этого, и Минская, и Брестская к нам обращаются. И немножко занимаемся экспортом на Российскую Федерацию. Второй год работаем с Казахстаном. Они у нас покупают саженцы. Персик, абрикос и чарешня – еще три перспективные культуры для паудневых регионов Беларуси. И они выдатно зарекомендовали себе у минулые годы. И за забливостями климату, уполненные навуковцы, у Гомельской области можно различовать на их промысловый урожай. Вольга Холодович, Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства теленаминов Зрогачевского района. За расход сельско-господарших работ стремливают дожжи. На маль полторы месячные нормы опадков выпали за сутки у Светлогорского, поведомили у Гомель об лгидромете. По кашеку 87 мм, складая 145% месячной веросневской нормы. Ливневые дожжи были зафиксованы по усею Гомельской области, однако моцные ливни прошли локально. Минулой ночью у Жлобини выпало больше месячной нормы опадков – 61 мм. У Гомеля зафиксовано 16 мм опадков, что перевышает 80% декадной нормы. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни в регионе умовы надворья будет вызначать циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Чекается в облачное надворье, часом пройдут дожжи. Температура по ветру в складе 5-10 градусов в ночный час и 12-18 градусов в день. Протягиваем выпуск. Мобильная группа Гомельского ГАРВ «Канкама» сегодня провела мониторинг деятельности завода «Летя и Нормалев». Основную увагу на этот раз надали пытанием дисциплины. И хоть значных порушений не выявили, певные зауваги выказали подробностей. В наступном сюжете. На Гомельский завод «Летя и Нормалев» мобильная группа Гомельского ГАРВ «Канкама» прибывает о половине четвертой годины дня. В разнекольких хвилин на предприемстве завершается первая змена. Ее смягчимость проверить и пропускный режим, и дисциплину самих работников. Особливая увага тем, кто заявляется на проходной, у лику первых. «За еще мы за пять минут преодолели расстояние и пришли сюда. Молодой человек, что ли?» «Тапчевский». «Тапчевский»? «Мастер». Прозвища «Усих, кто заявился на проходной ранее за остатних», уносятся у особный спис. Проверка гэтых людей будет проводиться додатково. Невыконание прационного распорядку, бадай, самое значное выявленное на гэтый раз порушение. Гомельский завод «Летяй Нармалев» – один из основных поставщиков, комплектующих для знакомитых «Гомсельмаша». А про таго, у вынеку проведенной модернизации, предприемство не только стало працаваць с прибытком, а лей пашырыла географию экспорту. Сёня яху продукцию набывает буйнейшая машина-будауничая концерны. Тут навод освоили уникальные для Беларуси бавоуно-уборочные комбайны. Рызыковать стабильным працонным местам не жыдая нихто. И гэта яшы раз подсвержать тесты на утрыманне у крови алкоголю. На Гомельском областном наркологическом диспансере работаю при медосмотрах. Так, чтобы встречалась часто или вообще давно уже такого нет. Межтым казать, что на Гомельском заводе «Летяй Нармалев» передолены усе негативные зъявы – усё ж таки нельга. Так званая несуны – зъява, якая закранула их гэтае предприемство. Комбайн в подшастках нихто вынести не спробовал. Але особные детали – крадуть. По информации отдела безпеки и Аховы, с початку года зарегистровано пять фактов дробных крадежов. У сети, апер уже былые работники, не только стратили место працы, але и трапили на улик у органах внутренних справ. Яким дробным не был бы крадеж, информация об им обовязково передается у милицию. В милиции накладывают штраф, плюс к этому заносится и в милиции, насколько я знаю, в Единый Государственный банк данных о совершенных преступлениях и правонарушениях. И на заводе этот человек больше не работает. Стартап «Рух. Проблемы и перспективы» – круглый стол под такой назвой пройшел сегодня у Белорусским гандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией. Нагадаем, тут все лето открылась стартап-школа. На сустречу, якая была больше подобная на Сябровскую, чем на официйное мероприемство, пройшли специалисты разных сфер. Объедновывая их тое, что кожны у своем накерунку связаны со стартап-рухом и развитием бизнеса. Гэта представники Комитета экономики Абулвыканкама, Технопарку, СЭС Гомель-Ратон, гандлево-прамысловые палаты, предпринимательских супольностей и бизнес-школ. А так само вопытные бизнесмены и те, кто только зарабил первые кроки до открытия властной справы. Так, наибольша активна зараз развиваются стартапы, связанные с информационными технологиями. У першой чергу гэта минимум выдатков. Самая головная – высокий интеллект и наявность компьютера. Разом с тем, увагу треба уделять и идеи, в особенне яких будзе больше затратным, а ле окупиться бео-будуча. С техническими, с технологическими стартапами, на мой взгляд, надо более плотно работать, потому что они требуют большего внимания. Это и соответствующее оборудование, приборы, и самое главное, люди, ну, менторы, эксперты, которые могли бы подсказать и направить. Вот считаю, на сегодняшний день задача Технопарка – помочь. Это приоритетное направление для себя. Да, большинство наших резидентов – это как раз таки айтишники, но мы хотим именно сейчас активизировать работу по поиску и по развитию, по поддержке стартапов технологических. В регионе протягивается доброчинная акция профсоюза «Молодь першоклассникам». Сегодня у детячем садзе початковой школы номер 63 города Гомеля 15 семей, які мают потребу у патрымцы, отрымали комплекты со школьными приналежностями. Инициатор акции – Молодежный совет, який дейничает при Гомельском областном объединении профсоюзов. До першоклассников его активисты завитали с необходимыми в учебе речами, а так само солодкими подарунками. Акция «Молодь першоклассник» уладится другий год за пар. Яна закликана допомагать батькам у экипировцы детей, а малышам дороть усмешки, радости, добрый настрой. Мы стараемся по возможности помочь деткам из малообеспеченных семей, из семей, которым нужна помощь. Деткам были собраны пакеты – это канцелярские товары, это принадлежности к школе, и также сладкие подарки – это шоколадки, конфеты. Приятно видеть все больше и больше количества улыбающихся лиц. Я надеюсь, что мы не остановимся на достигнутом, и, возможно, что-то новое будет придумано еще в следующем году. Правсоюзные организации в области в рамках доброченной акции «Правсоюзы детям» что год принимают активную делу подрыхтовцы школьников до нового научального года. Особливая увага надается першоклассникам – детям-сиротам, шмадетным, малозабеспеченным и приемным семьям, а так само батькам, которые выховывают детей инвалидов. Материальную и финансовую поддержку отримывают подшефные детячие притулки, школы-интернаты, дамы семейного типа. А кроме того, в многих коллективных договорах, предприемствах иснуют нормы по оказанию материальной допомоги батькам, которые выховывают школьников. Вы знаете, что отрадно отметить, что в этом году не только денежные средства давались правкомами, семьям, которые идут детки в первый класс, а были утренники, денежные сертификаты в игровой форме, но ребятам напоминали, что они уже школьники. Это стало интересно, запоминающе праздник, и была оказана действительно серьезная материальная поддержка. Если говорить языком цифр, это 400 тысяч рублей. За початком научного года Держа-Аутоинспекция узмаснила контроль за выкорыстанием у автомобилях дитячих автокреслов. Неглядячи на широкую информационную кампанию и значные штрафы, широк дорослых у парта не ожидает клопотиться об безпеце своих детей. О этом, по час рейду, переканался наш корреспондент Олег Синцеров. Это уже не автомобили, это металлолом. На жаль, по час аварии, у некоторых зык находились все дети, причем об неких мерах безопасности, размова, видать, в уголе не шла. Батьки дали детям житие, батьки его и забрали. Большость водителей упоминена, что они керуются автомобилем добрые, и зыми ничего не сдается. Рейд экипажа Держа-Аутоинспекции для детских садов еще раз подтверждает, многие батьки и зараз детские автокресла не выкористовывают. Растлумачить причины журналистам порушальники категорично отмовляются. Суппросовниками ДАИ размовлячим приходится, али отказы не вызначаются разностайностью. Ссылаются на то, что у них есть семья второй автомобиль, просто не переставили автокресло с одного автомобиля в другой. Иногда называют, что низкий финансовый достаток в семье, они не могут купить автокресло. Набыть детские автокресла сегодня нескладанно, есть они и на рынках, и в крамах. Объявами об их продажу литерально забитый интернет. Батьки, которые саправдых лапотятся об здоровье и жизни детей, кажут, что малые привыкают до утромнюючих устройств ухудка. И на витах с этого часто и начинается научение основам безопасности життедейности и правилам дорожного руху. Когда машины нельзя идти, только смотреть на фитофор, и что нельзя в чужую машину глазить. До этих слов пятигодового хлопчика можно додать. Садиться не только в чужую машину, а и в свою, когда у нее нет детских автокресла. Тем больше, что их ассортимент великий, и за всюду можно найти прямальный вариант. Нужно два кресла, это большое место нужно, наши двойняшки, и много места занимают. Мы нашли бескаркасные. Они без жесткой основы и мало места занимают. Но такое же пятиточечное прикупление к сидению, такая же жесткость и безопасность. Перед початком занятков коляно-учайных установ усталевали пересованные камеры фиксации худкости. Большость водителю оказались дисциплинованными, и правила в оселеком выпадку коля-школ не порушали. А лишь что день по некольки десятку машин упали за руку супрацовников Державтоинспекции, траплялись. Причем не в целом по Гомеле, а практически на каждой особной камере. Олег Синтеров, Елена Макеенко, Телерадиокомпания Гомик. Незвычайная вратовальная операция разгорнулась в Брагинском районе. Супрацовники МНС выратывали коня. Поведомление, что в милирационном канале Калявевске-Цалуйке затремалось живёло, поступило у районное подразделение. При допомозе господарчика пожарного рукава и погрузчика коня вытягнули. Живёло не потерпело. Допомога ветеринара не спотребилась. Доброчинный пробег завершенный. Белорусы переодолили 115 тысяч километров и заробили 100 тысяч рублей для Республиканской детячей больницы медицинской реабилитации. Выкрик подтримали не только у нашей краины, да помогали суайчинники у 20 краинах света. У середнего суммарно белорусы пробегали по 10 тысяч километров что дня. Заробленные у всей краиной гроши детячей больницы пероличила компания оператор сотовой сувязи. Сродки пойдут на набытье нового медицинского обсталявания. Эта иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте. У интернете по адресе www.tvr.gomil.by Далее у эфиры спортивный огляд. З новинами спорту вас познайомить Михаил Садовский.